На совещании с архитекторами губернатор обсудил элементы внутренней отделки чаши стадиона. Этот вопрос требует особого внимания. От того, каким будет внешний вид арены, зависит и телевизионная картинка, которую видит весь мир. Если там рекламы, может быть, что бы не отвлекало, не будет, то надо дотоку сделать так, а если уж возит рекламу FIFA, то пусть снимается и остается тот вид, который будет устраивать всех по восприятию и создаст картинку телевизионную, соответствующую. Особое внимание губернатор поручил уделить трем бетонным кольцам по периметру стадиона, которые делят Самару-Арену на ярусы. Также архитекторы будут детально прорабатывать элементы декорирования под трибунных помещений. Главные требования главы региона – все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам. И там, где у нас второй уровень ВИПа, не стеклить к чемпионату мира. Вот здесь первый уровень, где стелобат, под над ним ВИП, и следующий, скажем, бизнес-зона, тоже ВИПа, может быть, ту зону не стеклить и уйти неким этим дополнительным в глубину. Или там уже конструкция такова, что надо тепло сохранять во всем объеме. Давайте посмотрим проект. В течение недели самая сложная часть строительства стадиона, монтаж консолей купола будет завершена. Работы по благоустройству прилегающей территории, связанные с внутренней отделкой Самар-Арены, идут параллельно. Поэтому нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок. Строительство ведется четко по графику. Екатерина Семенова, События. Субтитры создавал DimaTorzok